Девушки отдыхают Выявление и пресечение преступлений, совершенных на бытовой почве. С этой целью окружные полицейские совершили рейд в Антикин-Эльминос. Стражи порядка посетили и семьи, состоящие на профилактических учетах. Полицейскими проверено три семьи, которые находятся в социально опасном положении, и трое несовершеннолетних, состоящих на учете. Со всеми проверяемыми сотрудники полиции провели профилактические беседы. Инспекторам лицензионно-разрешительной работы выданы четыре разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. Проверено 15 охотников, изъята одна единица огнестрельного оружия. Жители поселка Налиминос, в свою очередь, проконсультировались со специалистами по вопросам получения лицензии на приобретение и продление сроков разрешения на хранение оружия. Кроме того, полицейские проверили 11 снегоходов и один УАЗ. Сотрудниками ДПС составлено два административных протокола. Один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, другой не имел при себе прав. Сухой закон? Нет, не слышали. Запрет на ночную продажу алкоголя действует в Ненецком округе несколько лет. Но местные предприимчивые граждане уже давно научились без проблем обходить закон. Тем, кто по ночам крепко не спит, а пьет, нелегальные алкокоммерсанты бутылки не продают, а дарят. Например, с приобретенными чипсами. Это только формально, чтобы за руку не поймали. В прошлом месяце сомнительными продавцами основательно занялась полиция. Это только непосвященным кажется, что в Наринмаре после 23 часов наступает сухой закон. На самом деле тут-то и начинается настоящий угар. Даже из дома выходить не надо. Интернет-дельцы сами все привезут, причем до подъезда. Необходимо лишь сделать заказ и, соответственно, заплатить за него. Но самое страшное другое, что за отраву продают алкокурьеры. В основном это контрафактная продукция, изготовленная кустарным способом и закупленная по дешевке. Приняв этот горячительный напиток, можно не только отравиться, но и остаться на всю жизнь инвалидом. Случаев по стране сотни, если не тысячи. Однако нелегальные бизнесмены, кажется, не понимают последствий и продолжают торговать левым алкоголем, даже после того, когда их уже наказали за эту деятельность. Вы продаете алкоголь? Конечно, нет. Два ящика пива и завтра себе на рыбалку. Я не пил две недели, не пил и не курил. Сегодня он пришел сорваться и завтра я ухожу на рыбалку. А какой повод? Повод? Рыбалка. Все-таки две недели я... Столько будете пить? Нет, почему? Я взял два ящика. Погодка? В марте месяце окружные полицейские провели очередной профилактический проект «Алкоголь». Только за две недели с поличным поймали четверых нелегальных предпринимателей. Все курьеры продукцию продавали через социальную сеть «Друг вокруг». В ходе проведения мероприятия в МВД России по Нинецкому округу поступило 4 сообщения от граждан по факту реализации алкогольной продукции в период времени ограниченного законодательства. По результатам мероприятия сотрудниками полиции составлено 8 административных протоколов. К ответственности привлечено 4 гражданина. Всего изъято 55,5 литров алкогольной продукции. Как правило, таких продавцов ждет всего небольшой штраф и конфискация товара. Через несколько дней алкогольеры снова ищут новых клиентов. Хрупкий лед не выдержал. В районе Качгартинской Курии провалился под лед трекол. На место происшествия выехал ненецкий поисково-спасательный отряд. Вот что они сообщили нам по телефону. В Наринмаре выясняют обстоятельства серьезной аварии, которая произошла в районе Качгартинского моста. Лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и Ниссан. В ДТП пострадали 3 человека. Это водитель и пассажир иномарки. Их доставили в окружную больницу. Медики у пострадавших диагностировали тяжелые травмы. Больше всех не повезло водителю. Его поместили в отделение реанимации. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Он только ехал за ними. Водитель ПАЗа отделался лишь испугом. По словам свидетелей, Ниссан перед аварией двигался с высокой скоростью и периодически выезжал на встречную полосу. По некоторым данным, находившиеся в иномарке были пьяны. На заднем сиденье машины полицейские обнаружили алкоголь. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ниссан и двое пассажиров были доставлены в Нинскую окружную больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка по данному факту ДТП. Полицейские продолжают фиксировать факты незаконной охоты и напоминают браконьеров. За данное преступление предусмотрено уголовное наказание. Убивают не только пернатую дичь, но и крупных животных, например, оленей и лосей. Чтобы не допустить новых инцидентов, правоохранители теперь работают в усиленном режиме. Служба круглосуточно ведется в местах возможного отстрела животных. Помимо прочего, у полицейских налажены тесные взаимоотношения с региональным департаментом природных ресурсов, экологией и АПК. В комплекс запланированных мероприятий включены порядка 17 рейдов, в которых примут участие участковые полномочные полиции всех населенных пунктов округа. В Нарьинмаре сотрудники одного из банков нашли поддельную купюру номиналом в 5000 рублей. Фальшивую банкноту обнаружили, когда принимали деньги от инкассаторов. Полицейские купюру изъяли и подтвердили, что это фальшивка. Причем среднего качества. Эксперт-криминалист показывает, как отличаются свечения ультрафиолета на поддельной купюре от настоящей. Определить различия не так уж и сложно. Вот купюра поддельная. Просветы есть? Да, есть участки синего цвета. То есть они дают свечение обычной бумаги. Обычной бумаги. Вот она, обычная бумага. Вот ее немного отбелили, но есть участки с свечением синего цвета. Настоящий уже банкнот ультрафиолет не просвечивает. Магазин, в котором приняли фальшивую купюру, судя по всему, не имел данного устройства. Поэтому продавцы, не задумываясь, взяли 5000-ю фальшивку. Впрочем, определить поддельную купюру от настоящей можно даже на ощупь. У купюры существует микроперфорация номинала купюры 1000. Если вы потрогаете настоящую купюру, то у настоящей купюры микроперфорацию вы не почувствуете. Здесь она будет чувствоваться с одной стороны более ярко выражена. Это говорит о том, что иголочки, которыми прикалывали микроперфорацию, были направлены с лицевой на оборотную сторону купюры. Распознать подделку можно и визуально, а присмотревшись к этой, сразу становится понятно. Краски уж слишком бледные и неестественные, а мелкие надписи и вовсе не читаемы. При небольшом сложении данного поля и просто проведении ногтем происходит осыпание, частичное осыпание, в данном случае элементов. То есть краска не столь хорошего качества, какая используется в госзнаке. В заключении криминалистов фальшивая банкнота изготовлена из двойной бумаги среднего качества. Скорее всего, в наш округ эта купюра попала из нужных регионов. Отпечатки уже обнаружены, поэтому шансы найти начал этой истории у оперативников имеются. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские напоминают, если у вас в руках казалось фальшивая купюра, нужно немедленно обратиться в полицию. При попытке расплатиться ею, даже если вы не печатали эти деньги, наступает уголовная ответственность и наказание будет суровым.